вот так вот а ты тоже читаешь закончилось время пошла вон тихановская здравствуйте здравствуйте друзья мои что вы так расшумелись а все дядя денис конец вашей тихановской западные кукловоды из ввс пишут что тихановская пошла вон во первых друзья мои не ввс а bbc это вполне себе уважаемая компания ну а во-вторых по-английски вон означает победила получается когда перед девушками снимаю штаны они меня не вон посылают а говорят что я победил нет гриша вот с тобой как раз таки девушки говорят не по-английски какой неприятный этот язык английский гриша у тебя английский какой б-1 мимо б-2 мимо а 1 убил я так понимаю друзья мои что вы вообще английского языка не знаете да да почему не надо вы могли бы всему миру на английском языке рассказывать например как в беларуси хорошо жить ну ладно вот дядь денис скажи нам как по-английски будет беларусь беларусь а как будет гриша гриша андрюша андрюша а а пропаганда пропаганда александр григорьевич лукашенко александр григорьевич лукашенко чё-то я не понимаю и нафига нам тот английский если все главные слова мы и так уже знаем считай что знаем и английский дядь денис вряд ли вы его знаете хотя могу вам сказать что выучить английский язык довольно таки просто там много слов которые вы и так уже знаете как например ну вот смотрите мало по-английски будет литл это слово легко запомнить что для андрюши литл водки мало мало вот видите все правда вот смотри гриша про тебя например по-английски ласточка будет своллоу своллоу ласточка накакала на гришу а гриша ей и кричит ухты ласточка своллоу ухты своллоу вот так вот получается мои соседи хорошо знают английский потому что все время называют меня ласточка ласточки ласточки вы мои друзья предлагаю вам небольшой урок английского языка по-белорусски ну давай буква a autumn осень autumn осень белоруссия от белорусская осень белоруссия от белорусская осень буква б бас автобус бас автобус белоруссия бас белорусский автобус белоруссия бас белорусский автобус буква си сакас цирк сакас цирк белоруссиян сакас белорусский цирк белоруссиян сакас белоруссиян сакас белорусский цирк Буква D. Dream. Мечта. Белоруссиян Дрим. Белорусская мечта. Буква I. Erotic. Эротика. Белоруссиян Эротик. Белорусская эротика. Буква F. Friends. Друзья. Белоруссиян Фрэнс. Белорусские друзья. Белоруссиян Фрэнс. Белорусские друзья. Буква G. Гламор. 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 Белоруссиян Гламор. Белорусский Гламор. Белоруссиян Гламор. Белорусский Гламор. О-о-о, я поем, мамасита, мегушта, мегушта. Мы будем называть Гришу и Андрюшу. Ой, интересно, пишите, пишите, ребята, мы почитаем. О-о-о, я поем, мамасита, мегушта, мегушта. О-о-о, я поем, мамасита, мегушта, мегушта, мегушта. Дядь Денис, учись английский очень долго, а я бы очень хотел, чтобы мои тексты могли прочитать и за рубежом. А ты поможешь мне их перевести? Ну, давай посмотрим, давай, Гриша, с удовольствием, помогу тебе с этим очень важным делом. Итак, Озаренок СТВ, называется телеграм-канал. Хер вам, ублюдки, вы даже не представляете твари, с какой яростью вас будет рвать белорусский народ. Если только вы рыпнетесь, огненный вал, это мягко сказано. Пускай либеральные дейчи стонут и порвем любого, выгрозим глотки и ухерачим кувалдами. Нет, давайте, давай, давай, Гриша, какой-нибудь другой твой текст посмотрим. Давай. Вот, например, а не пошли бы вы до сраки. Нет, 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 тоже не то, это переводить нельзя. Вы правильно, Гриша. Ироды, ублюдки, детоубийцы, фарисеи, сатанисты и просто конченые мрази. Только такие существа могут поднимать свой поганый хрюкохавальник на Лукашенко. Нет, ай, Гриша, я не знаю, как по-английски будет хрюкохавальник или ухерачить кувалдами. Мне кажется, это непереводимая игра слов у тебя. А еще хвастался своим английским. Ну, нет, 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 пусть все остается на том языке, на котором написано, не надо. Я вот считаю, что английский язык нужно запретить. Точно. Почему? Да потому что я еще со школы помню, есть этот present indefinite и future indefinite. Есть. То есть настоящее неопределенное и будущее неопределенное. А у нас в стране и настоящее, и будущее вполне определенное. У нас стабильность. Давай экстремистский английский язык запретить, твари. Хорошо, раз уже пошла такая тема, друзья мои, давайте подумаем, а что еще помимо английского языка можно было бы запретить в Беларуси? Ваше предложение. Я знаю. Я предлагаю запретить делать ремонты. Почему ремонты? А потому что во время ремонта можно поменять пол. Точно, точно. Менять пол мы никому не позволим. Запрещаем ремонты. Запретить ремонты. Чтобы дети не ждали перемен. Есть такое, запрещаем. А еще давайте запретим одежду оверсайз, потому что она слишком свободная. А еще запретить художников, потому что они видят перспективу. А еще запретить имя Наталья. Почему Наталья? Ну, потому что Наталья сокращенно будет НАТО. А нам никакое НАТО здесь не нужно. А, понятно. А что ж мы будем тогда делать с такими именами, как Наталья Качанова, Наталья Эйсман. А? Андрюша, попал? Жаль, не получится тогда запретить НАТО. Нет, ну идея была хорошая, хорошая. А, в общем, знаем мы этот твой дурацкий английский. Ага, и даже петь можем по-английски. Легко. Вы петь по-английски? Да, хоть сейчас. Показывайте. Смотрите. Эй, лайки ставьте. Ха-ха. О-о-о-о. Топ-о-о. Мамасита, мигушта, мигушта. Мы с тобой сейчас в Туркеза. Профаган да из форева. Это Гришин и Андрюшин. Вам споют свои частушин. С утра несём всякий бред. Наш индейский сэрри бэд. Who is in beauty today? Нам платят мани за то, что льём на всех буано. Нас льём зелёный змей. I love you very much, Андрюша. I love you, Гриша, дорогуша. This is my ass and fuck you all. Drink, my baby, ethanol. Рассол. Мы с тобой сейчас в Туркезе. Профаган да из форева. Это Гришин и Андрюшин. Вам поют свои частушин. Мы герой и мазафаки. Мы великие писаки. Перепишем конституцион. И не будет революшин. Мы поём. Мамасита, мигушта, мигушта. Браво, браво, друзья мои. Прекрасные артисты, прекрасный номер. Кстати, дядя Денис, ты же не думаешь, что мы призываем только запрещать. Да-да, мы же свободная страна. Можно многое разрешить. Снять ограничения всякие, чтобы люди себя чувствовали свободнее. И счастливее. В Беларуси, да. Вы говорите о свободе? Ну-ка, рассказывайте, какие ограничения снять можно в Беларуси. Ну, дядя Денис, я, например, предлагаю снять ограничения в призывном возрасте. Что значит призыв в армию только до 27 лет? Надо снять это ограничение. И призвать плоть до пенсии. Э-э-э, ты что до пенсии? Это же, получается, тоже ограничения? А мы с ними боремся. Да, тогда призывать в армию всегда. Точно. А я предлагаю снять ограничения на налоги. Почему это налог для ИП не более 18%? Нельзя беларусов ни в чем ограничивать. Пусть будет 30, 40, 50, да хоть все 100, чтобы люди чувствовали свободу. А еще, Андрюш, очень хорошо бы убрать ограничения на административные сроки для БЧБшников. Точно. Что значит максимум 15 суток? Бред. Дурацкое и никому не нужное ограничение. Согласен. Надо делать 365 суток или даже 3650 суток. Сексиллион суток. Прекрасно, прекрасные предложения, друзья мои. И я так понимаю, вот именно тогда в Белоруссии и настанет разгул, дебош и вакханалия настоящей демократии. Ура! Ура! Наша демократия! Знаете что? Знаете что? Честно говоря, вы мне напоминаете двух забавных персонажей из одного американского мультфильма. Каких? Вот. Да, мы такие! Жизнерадостные! А я смотрю, что наш урок английского языка не пропал даром для вас сегодня. Very, very stupid, Гриша and Андрюша. Ну что ж, тогда я предлагаю и попрощаться по-английски. Конечно! А как это нам сделать? А просто молча уедите и ничего не говорите. А наши зрители не обидятся, если мы так сделаем? Поверьте, если вы молча уйдете, то не только наши зрители не обидятся, но и вся Беларусь будет очень и очень рада. Понятно? Договорились? Уходим по-английски. Прекрасное, прекрасное наступит тогда время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!